Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времен Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Мацкиплишвили Симон Таймуразович, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, выпускник Московской медицинской академии имени Сечного. Ординатуру по специальности кардиология проходил в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и в Институте клинической физиологии Национального совета по научным исследованиям Италии и Пизанском университете. Научные интересы профессора Мацкиплишвили охватывают все области современной кардиологии, от неинвазивной и инвазивной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы, до новых методов лечения ишемической болезни сердца и патологии свертывающей системы крови. С 1999 года проводит образовательные программы по кардиологии в Италии, Румынии, Франции, Венгрии, Индии, Португалии, Хорватии и США. Он дважды получал приз Европейского кардиологического общества, награжден медалью Марии Кюри Института Франции и Французской академии наук и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за приоритетную разработку и внедрение в широкую медицинскую практику новых методов диагностики и лечения дисфункции миокарда. Профессор Мацкиплишвили в студии нашей программы. Здравствуйте. Добрый день. Программа «Медицина в контексте» посвящена человеку как объекту эволюции. Наш уникальный биологический вид доэволюционировал до того, что его неотъемлемой частью стали различные электронные устройства. Многие из нас с этими устройствами начинают, заканчивают свой день, мы все это хорошо знаем. И это вот последние годы, это даже не тенденция уже, это реальность, с которой мы вынуждены жить. И в эти же последние годы появилось такое понятие, как e-health, известное вам, электронное здравоохранение. Лет пять назад я оказалась на форуме одном европейском по здравоохранению и там значительная часть программы этого форума была посвящена перспективам, возможностям этого самого электронного здравоохранения, новой формы, новой формы медицинской практики, которая использует электронные процессы и коммуникации всякие электронные. И одним из тезисов, пропагандирующих эту новую форму здравоохранения, было то, что она экономична. Ну вот что стоит за этими тезисами? «Цифровая медицина», «Мечта и реальность» — это сегодня тема нашей программы. Пожалуйста, Симон Теймуразыч. Да, вы правы. Дело в том, что когда я выступаю на эту тему, мне все говорят, «А будет ли это цифровая медицина когда-нибудь?» С одной стороны. С другой стороны, все говорят, «Ну как, она уже давным-давно цифровая». Мы делаем десятки лет компьютерную томографию, естественно, это все цифровая информация. Мы делаем ту же электрокардиографию. Это тоже уже сегодня цифровая информация, если говорить про кардиологию. Рентген, большинство анализов — это все цифровая информация, с одной стороны. С другой стороны, большинство историй болезни тоже сегодня ведется в компьютерах. И хотя, допустим, в нашей стране мы требуем бумажного документа, но во многих западных странах это только электронная версия. И можно сказать, что это тоже цифровая медицина. Но тут парадокс в том, что многие по цифровой медицине понимают разные вещи. Есть какие-то устройства, есть какие-то программы, есть какие-то подходы глобальные, которые могут трансформировать систему здравоохранения. И вот мне кажется, на эту тему очень важно говорить сегодня, поскольку, как вы сказали, мы становимся немножко зависимыми от этой цифры. И что произойдет, если вдруг пропадает электричество? Это значит, что мы уже не можем никого лечить и не можем ставить диагнозы и вести историю болезни. Такой серьезный вопрос. И вот несколько моих соображений на эту тему. Ну, такой интегральный. Да, конфликт интереса. Вот здесь последней строчкой стоит компания «Филипс», с которой я работаю. А это Королевский музей. Рекс-музей в Амстердаме. И «Филипс» является спонсором этого музея. И она, собственно, эта компания делала там все электричество. Поэтому, когда мы собираемся, такая у нас группа товарищей, которая обсуждает, куда «Филипсу» развиваться, мы собираемся обычно в этом музее. И вот там центральная экспозиция и центральный зал, конечно, это вот такая картина, да, Рембрандта, которую все знают как «Ночной дозор». Хотя вот полное название это выступление стрелковой роты капитана Фрэнсиса Беннинга, Кока и лейтенанта Вильяма Ивана Рейтенборга. И вот это замечательная картина. Эта фотография сделана в 2 часа ночи. Сколько мы там по ночам заседаем, и поэтому пусто. А вот фотография дальше сделана следующим утром, когда школьники Амстердама пришли со своим классом посмотреть на эту картину. И вот мы видим, что цифровая медицина уже здесь. И мы никуда не денемся. Цифровой мир. Цифровой мир, да. Конечно, здесь медицины мало. Вот так это происходит. И хотим мы этого или не хотим, это реальность. И надо понимать, что все больше и больше данных будет храниться в цифровом формате. И все чаще и чаще доктора будут к этому привлекать, этим пользоваться. И главное, уже сейчас определить стратегии направления и области, в которых мы можем это эффективно использовать. Надо сказать, что в начале прошлого века произошли радикальные изменения в медицине и вообще в жизни людей. И резко стала повышаться продолжительность жизни. С одной стороны, это, конечно, замечательно. Но с другой стороны, оказалось, что здравоохранение не совсем к этому готово. Поскольку люди стали доживать до каких-то новых болезней, о которых никто не знал, но и плюс этих людей стало становиться больше. И поэтому расходы увеличивались. Если мы посмотрим на американскую статистику, вот мы видим, что в 1950 году 13 миллионов человек в США были старше 65 лет. Вот здесь это видно прекрасно. Если мы посмотрим, как это все развивалось, через 20 лет, в 1970 году, это практически 21 миллион человек, в 1990-м, 31,5 миллиона, и процент тоже растет. В 2010 году 41 миллион, в 2015-м почти 50 миллионов человек в США старше 65 лет, 14%. И вот такой я взял только один ближайший прогноз на 2020 год. Почти 56 миллионов человек, это 16% населения страны, будет старше 65 лет. Что это значит? Это люди с хроническими заболеваниями, как бы хорошо не работала профилактика и здравоохранение. Это люди с какими-то новыми заболеваниями, которые доживают до них и так далее. Это очень большая нагрузка. С другой стороны, системы здравоохранения развитых стран, и в этом смысле Россия абсолютно относится к развитым странам, имеет очень много проблем. Во-первых, они дорогие, с множеством невидимых расходов, которые изначально даже... Не очевидны. Не очевидны, да. Они, к сожалению, во всех странах, в том числе и у нас, основаны на количестве пролеченных людей, а не на качестве лечения. То есть важно показать, что мы пролечили тысячу пациентов, сделали тысячу операций, поставили тысячу стентов, протезировали тысячу суставов. Никого не интересует глобально, что произошло через год, через два. Эти пациенты опять вернутся, если выживут и так далее. Они разобщены, плохо координированы. И мы знаем, что если человек сделал какую-то операцию в Москве и уезжает к себе даже в какой-нибудь крупный город, Томск, Екатеринбург, Красноярск, за Уралом, то часто информация теряется, и люди теряют выписки, какие-то электронные документы. Поэтому это неэффективная система. Она, конечно, недостаточно. Безусловно, она вариабельна. Медицина московская, питерская, скажем, новосибирская очень сильно отличается от медицины какого-нибудь маленького уездного города. Ну и очень важно, что эти все системы здравоохранения инертны и совершенно не склонны к изменениям. И каждое небольшое посягательство на свои изменения они расценивают как прямую угрозу и пытаются сохраниться. Это и Соединенные Штаты, и европейские страны, и, конечно, наши страны тоже. С другой стороны, мы должны понимать, что пациенты тоже изменились. Не только медицина и врачи. Пациенты изменились, и они, к сожалению, часто относятся к медицине как к сфере услуг, что, конечно, очень не устраивает врачей. Многие годы мы привыкли к тому, что медицина – это была элитная профессия с особым отношением к врачу. В общем, я как человек, выросший в абсолютно медицинской семье, где все мои родственники являются разными, врачами разных специальностей. Я видел, во многих поколениях, да, я видел, начиная с моего дедушки, что отношение к доктору было другое. Сейчас оно совершенно другое. И, может быть, в западных странах вот этот еще налет элитарности все-таки остался, но вот у нас в стране пока он упал и еще не поднялся. Ну, это социальная проблема. Он упал в определенное время. Да. Ну, и, к сожалению, надо сказать, что мы с помощью информации много для этого сделали. Конечно. Надо понимать. Но, тем не менее, пациенты другие, и время их изменило. Они хотят больше контролировать и нас, и иметь возможность. Ну, это будет, что и опять тот же самый интернет пресловутый, куда можно зайти, посмотреть. Сейчас самый главный врач – доктор Google. Окей, Google, вы говорите, да, Google, Яндекс и так далее. Ну, да, я сейчас проверю. Ну, вот, да. Что там там будет. Вот, они хотят выбирать помощь. Они хотят, чтобы лечение было удобным и приятным, что нормально. Очень важно, что они хотят обладать, и имеют право по закону обладать своей медицинской информацией. Не хотят платить, насколько это получается. Тоже понятно. Многие пациенты готовы менять тот же мобильный телефон раз в месяц, и потом две недели стоять в очереди за бесплатным рецептом в аптеке или в поликлинике. Они обсуждают свои болезни, они создают социальные сети по заболеваниям, где обсуждают болезни, докторов, лечения, медицинские центры. И особенно негативные, конечно, посредства. Ну, да, формы, да. И вот в плане отношения СМИ к медицине часто привожу пример, к сожалению, не самый приятный, но тем не менее, прививки. Прививки — это прямое вмешательство в иммунитет ребенка или человека. И, конечно, у какого-то процента детей будут осложнения. Это неизбежно. Нет в медицине ничего такого, что приносило бы только пользу, не имело бы вреда или каких-то общих эффектов. Но вот какого-то ребеночка, к сожалению, будет осложнение. У кого-то небольшое в виде температуры, у кого-то более тяжелое в виде неврологических осложнений. Почему-то все это показывают по всем каналам, показывают, что прививки вредны, и мамочки тут же бегут, пишут отказы от прививок. И потом, в общем, полностью меняется эпидемиология заболеваний. Вот такой пример, как общество негативно само на себя может влиять через... Да, пациенты хотят лечиться где и когда угодно. Ну и, конечно, они хотят иметь лучшего врача. Вопрос в том, где его найти, но тем не менее. Никто его оценит. Ну и, соответственно, вот как я сформулировал, у нас есть два исторических, классических вопроса в нашей стране. Кто виноват и что делает. Но сейчас добавляются еще два вопроса. Кто платит за все это удовольствие и сколько платит. Поскольку сегодня медицина становится очень дорогой. и расходы даже на диагностику в США уже превышают расходы на лечение. И медицина как бизнес, к сожалению, это тоже одна из таких негативных тенденций, поскольку, в общем, врачи больше становятся бизнесменами, чем, собственно, лекарями. И это тоже в чем-то меняет систему здравоохранения. Так вопрос о природе человека. Слаб человек. Слаб, да. Как говорил Воланд в одном известном произведении «Москвичи, в принципе, народ неплохой, но их испортил квартирный вопрос». Есть ли выход? И вот я считаю, что цифровая медицина это такое направление, которое во многом может нам помочь. Вот на этом слайде показаны данные Европейского Союза, вот их специальная платформа цифровой медицины. Они сказали, что цифровые и мобильные технологии настолько и уже навсегда изменили наш образ жизни, то, как мы работаем, как мы покупаем, отдыхаем, путешествуем и так далее. Что теперь мы закономерно ожидаем от них таких же радикальных изменений и в нашем здравоохранении. Это как пациент взаимодействует с врачом, врач взаимодействует с врачом, пациент взаимодействует со страховой компанией, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но очень важно, пользователи должны не только понимать возможности цифровой медицины, но и получать пользу от ее применения. Поскольку все знают, что цифровые технологии это хорошо, но как это может повлиять на радикальные изменения, скажем, смертности, заболеваемости и так далее. Это очень важный вопрос, на который нет пока такого общего ответа. Но исследования ведутся, как я поняла, из вашей презентации. Да, есть какие-то так называемые доказательные данные. Мы живем в эпоху доказательной медицины. Кто-то перегибает, конечно, с этим. Есть замечательная статья, которую я часто цитирую, ее нет в этой презентации. И он написал профессор из Кембриджского университета, который один из ведущих университетов в мире. И статья посвящена тому, предотвращает ли использование парашюта травму при падении с высоты. И он говорит, что у нас, как у врачей, нет доказанных данных. У нас не было ни одного исследования, где бы сравнивалось падение с парашютом и без парашюта. Поэтому мы не можем однозначно рекомендовать парашют. Статья вышла 1 апреля, за границей такой же большой праздник, как и у нас. И он говорит, что иногда здравый смысл важнее любой доказательности. Ну и, конечно, когда мы говорим о цифровой медицине, главное направление — это телемедицина. Это определение Всемирной организации здравоохранения, которая определяет телемедицину как предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором. Но не только расстояние, я в самом конце скажу, что не только расстояние может быть критическим фактором, но мы это не всегда понимаем. То есть можно обмениваться информацией для диагностики, лечения, проведения исследований и так далее. И сегодня очень большое количество телемедицинских, скажем так, услуг или телемедицинских способов использования этой технологии. Телекардиология, допустим. Когда я сижу в Москве, мне присылают кардиограмм пациента из Новосибирска или из Атланты, или из Лондона и так далее. Телепсихиатрия, телерадиология, я про это скажу два слова. Телеморфология сегодня очень популярна, когда, скажем, в каком-то городе, и вот мы сейчас хотим начать такой проект с Еврейской Автомобластью, делается биопсия какого-то образования, ну и затем вот эти пленки сканируются в высоком разрешении, пересылаются в какие-то экспертные центры и ставится уже заключение. Это опухоль, не опухоль, стадии и так далее, и так далее. Теледерматология, стоматология и даже телехирургия с использованием роботических систем. И сегодня совершенно неудивительно, если врач будет сидеть в Париже, а пациент на операционном столе будет лежать где-то в Египте, там, скажем, в Каире. Я даже видел такие операции по протезированию клапанов сердца, когда Алан Карпорте, находясь в Париже, оперировал пациентку на юге Италии. Вот через... тут возникает вопрос с надежностью связи, с быстро... Ну да, не дай Бог, что да. Но, тем не менее, это тоже абсолютно возможно. Ну технологически это абсолютно... И огромное количество разновидностей, это и трансляция вмешательств, обучение, консультации, домашняя телемедицина, дистанционный мониторинг, про который я скажу два слова. Ну и, конечно, мобильные телемедицинские комплексы, особенно в странах с большой территорией и неравномерностью распределения населения, как наша страна, как та же Америка или страны типа Бразилии, Аргентины, где есть малонаселенные пункты и, конечно, там не везде поставили большую больницу полностью оборудованную. Что мы можем мониторировать? Если говорить про кардиологию, одним словом мы можем мониторировать практически все на удалении. Симптомы, вес, кардиограмму, насыщение кровью кислородом. Не буду на этом останавливаться. Практически не существует сегодня никакого физиологически важного показателя, который мы бы не могли мониторировать. От простейших анализов крови до каких-то довольно сложных инвазивных вмешательств, я об этом скажу. Вот несколько примеров, как это работает. Телемедицинский проект в Великобритании, где социальная система здравоохранения, мы знаем, не идеальная, конечно, но тем не менее он привел к 15-процентному снижению обращаемости за медицинской помощью, 20-процентному снижению экстренной госпитализации, снижению пламовой госпитализации, но вот на 45%, почти наполовину, снижению смертности. Это вот область Большого Манчестера, они внедрили этот проект, который включал в себя много разных звеньев и электронной истории болезни, и мониторинговые системы, и так далее. За сколько лет они это вот успели внедрить? За 4 года. За 4 года. За 4 года. Это вот очень значительное снижение, как говорят американцы, драматическое снижение. Драматическое снижение. Да, вообще они любят это слово. Африка. Я вот недавно вернулся из Африки, и можно сказать, что очень мало технологий получило распространение в странах Африки, южнее Сахары, вот это определение Саб-Сахары на Африка. Там нет автомобилей, там нет холодильников в Африке, там нет телевизоров и грамотности, но почти все имеют мобильные телефоны, вот эта фотография, когда дети впервые увидели планшет. Так вот, обычная система рассылки напоминаний, смс-сообщения на телефоны пациентам с ВИЧ-инфекцией. Напоминание принять антиретровирусную терапию, которую они хронически должны получать, увеличило приверженность терапии на 25%, и это привело к увеличению продолжительности жизни этих пациентов и значительному снижению затрат на лечение. Вот мы хотим сейчас в Африке начать проект для беременных женщин, чтобы тоже им раздать определенные устройства, которые мы придумали, чтобы эти женщины, находясь в каких-то африканских деревнях, не были вынуждены приезжать в большие центры, чтобы бывать затруднительно, и могли мониторировать состояние плода и свое состояние, передавать информацию на какую-то центральную станцию. В США клиника Mount Sinai использовали компьютерную модель, которая учитывает диагноз пациента, что с ним происходило раньше, как он лечился во время госпитализации. И эта программа довольно несложная, позволяет прогнозировать, у каких пациентов рано возникнут осложнения. Сережная недостаточность — это одна из самых частых причин госпитализации во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки, и это самые большие расходы на лечение пациентов. И вот в США, если пациент госпитализируется в течение 30 дней после выписки из стационара, страховые компании не оплачивают это лечение. Поэтому больница должна сделать что-то, что пациент хотя бы 30 дней не имел необходимости экстренно госпитализироваться. Поскольку один день госпитализации в США — это примерно 10-15 тысяч долларов, то это большая нагрузка для больницы. Вот эта программа указывает, какие пациенты требуют просто обычного телефонного звонка медсестры с вопросом, как вы себя чувствуете, какой у вас вес, не забыли ли вы принять какие-то препараты. И вот такой обычный телефонный звонок позволит снизить частоту повторной госпитализации больше, чем на половину. И поэтому Маунт Сайнаев внедрил эту программу, компьютерную программу во всех своих клиниках. Ну, эта клиника, в общем-то, не то чтобы уникальна, но одна из самых сильных в мире. Да, безусловно. Но, тем не менее, вот такая простейшая система. Программа подсказывает, что у такого-то пациента, Джон Смит, он имеет вероятность вернуться в течение 30 дней. Но это нам не надо. Мы это очень не хотим. Медсестра по телефону звонит и спрашивает, как у вас дела? Не набрали ли вы вес? А давайте вы завтра выпейте лишнюю таблетку мочегонного препарата, и все. И это очень важно. Повторная госпитализация, я об этом скажу в самом конце. Очень важная система, и она мне близка, поскольку этим занимается мой брат, который работает в компании Google. Компания Google выяснила, что определенные поисковые запросы являются индикаторами того, что происходит в какой-то географической области. Поскольку поисковик Google всегда знает, из какой географической области по IP-адресу приходит этот запрос. И вот если в какой-то области вдруг фильтр видит, что идут запросы жаропонижающие, повышенная температура, сопли у детей и так далее, то она может определить, что в этом регионе начинается эпидемия. И у Google сейчас есть договоренность с различными системами здравоохранения в США и в некоторых европейских странах. И они сообщают, что из этого региона идут частые запросы на парацетамол, образно говоря, или на ибупрофен, или на какие-то противоволитные препараты. И все. Это такой сигнал, что там что-то происходит. При этом пока система санитарная может не среагировать, но люди-то реагируют. Это очень простая система, которая тоже может на это повлиять. И, конечно, телемедицина сегодня у нас на планете всегда где-то день, а где-то ночь. И поэтому в США сейчас очень популярна система, когда, ну, Америка тоже большая страна. Ну да, часовых поясов. Да, у них три часовых пояса. Они больше вытянуты вертикально, а мы больше горизонтально. А вот в США вы можете ночью прийти и сделать томографию, любую, и ночью там скидки до 50%. Тут же эта информация будет переброшена в Индию, или в Гонконг, или в Китай. Где сидят специалисты, там это разгар рабочего дня. Они тут же это оценивают. Через 20 минут вы получаете прекрасное заключение. И поэтому вот этот мир теледиагностики сегодня очень сильно развит. В том числе и он начинает развиваться в нашей стране, поскольку у нас тоже. Если во Владивостоке день, то у нас ночь. И наоборот. И можно переслать эту информацию. Великолепные специалисты есть везде. И таким образом можно обследовать больше пациентов. И можно получать информацию сразу. Не ждать, когда наступит следующее утро. Но, конечно, есть и проблемы. Если бы их не было, мы бы давно жили в цифровой медицине. И так далее. В первую очередь, это сложность обработки даже небольших, а гигантских объемов данных. Вот это технологии Big Data. Большие данные. Когда вся эта информация в виде нулей и единиц стекается, ее надо хранить. И очень важно, чтобы эта информация была в зашифрованном формате. Специальные протоколы существуют. И эти данные были безопасными. Поскольку, если кто-то залезет в систему и узнает пол будущего ребенка Галкиной-Пугачевой, это небольшая проблема. Это не так страшно. А если кто-то поменяет две цифры в анализе крови, пациент может получить неправильное лечение, может иметь большие осложнения. Либо вообще умереть. Ну это же это и мужество такое. Да. Но более того, были даже попытки, к сожалению, успешные, вмешаться, например, в цифровые системы, которые управляли диализными станциями в Индии. Туда ввели вирус, и нарушилась работа целых диализных станций, когда там лежали пациенты. А зачем это делают? Ну вот, а зачем делают люди компьютерные вирусы? Кто-то ворует деньги, а кто-то просто делает гадости, скажем так. Просто делают гадости. И вот нарушили работу диализного центра. И хорошо, вовремя спохватились, это нарушили. Но вот это тоже реальная угроза. Сегодня у нас очень много угроз. Вот об этом надо говорить. Не совсем понятно, кто за это платит, как это должны использовать пациенты. Очень важная проблема. Несовместимо своих устройств. Если залезть в интернет в Москве, например, и вести телемедицины или мониторинг на расстоянии, будет сто компаний в Москве, которые это предоставляют. Можно говорить, это законно-незаконно, другая история. Но вот вы приходите в какую-то компанию, вам выдают какую-то коробочку, и вы ее используете. А потом у вас в доме открылась другая компания, и вам симпатичны эти люди, и это ближе. Вы туда пришли, они говорят, эта коробочка не годится, вы должны купить нашу коробочку. И вот это большая проблема. С одной стороны, с другой стороны, но я об этом тоже скажу, что, например, в США около 60% больших исследований томографии, ангиографии, эсцинтиграфии выполняется потому, что данные либо потерялись, либо пациент принес к врачу диск, флешку и так далее, и врач не смог ее открыть. Нет единой платформы, которая бы понимала данные, полученные на разных устройствах. Ну и, конечно, распределение ответственности. Если пациент мне прислал информацию, я ему послал обратно смс-кой прими 40 мг мочегонного, а он примет не 40 мг, а 40 таблеток, кто виноват? Я, потому что я неправильно написал. Компания связи, которая изменила что-то, или пациент, который неправильно прочитал то, что я ему написал, кто будет ответственным? Тоже очень важный момент. На них у нас нет ответов. Но, как говорил, эта общая платформа, она очень важна. Вот я делал шуточную штучку. Нам нужно какое-то устройство, которое бы агрегировало совершенно разные данные и позволило ими пользоваться. И в связи с этим возникает вопрос. Если у нас цифровые технологии, а сегодня есть алгоритмы, которые позволяют поставить предварительный диагноз, мы прекрасно знаем, что большинство электрокардиографов уже пишут заключение. И врач может согласиться, не согласиться. Но, в общем, там уже есть написано, какая аритмия, рубцы, ишемия и так далее. И это касается не только электрокардиографии. Очень многие боятся, что вот эти технологии цифровой медицины снизят роль и место клинического мышления, которому мы обучались в мединститутах, в принятии правильного решения. И надо сказать, что сегодня, если говорить про нашу страну, нет никакой проблемы сделать любой вид исследования. В России можно сделать практически любую диагностику. Самая большая проблема в том, что очень мало врачей могут принять правильное решение на основании полученных данных. Поскольку у нас одни врачи, скажем, делают томографию, другие врачи ангиографию, если говорить про кардиологию. А кардиолог, не делая ни того, ни другого, должен эту информацию получить, осознать. И только он имеет право принять правильное решение. И вот с этим очень большие проблемы. И вот мне кажется, что все эти технологии не только не снизят, они только помогут врачу в принятии правильного решения, если их правильно использовать, как и все в медицине. Ну, что еще очень важно? Как бывает в реальной жизни? Приходит пациентка на прием в нашу клинику, допустим. Мы смотрим, какое у нее лечение. Мы обсуждаем препараты, говорим, очень хорошо. Вот вы дома посидите, и вот вы к нам придете на прием, скажем, 25 января. 15 мая мы вас госпитализируем. Ну, и в октябре еще раз вы придете на прием. В общем, как-то вот так. И нам кажется, что все хорошо, и пациентка довольна. Мы довольны, мы все распланировали. Но, к сожалению, с сердечными болезнями все наоборот. Когда учился в институте, у нас была шутка. Самая хорошая медицинская специальность – это дерматовенерология. Почему? Потому что пациенты никогда не выздоравливают, никогда не умирают, и никогда не звонят по ночам. В кардиологии все прямо наоборот. Наши пациенты, к сожалению, могут дестабилизироваться в любой момент. Естественно, это происходит чаще всего ночью. Вот вместо такой радужной картины, к сожалению, часто бывает неотложная медицинская помощь, реанимация или интенсивная терапия. Особенно пациенты с сердечной недостаточностью, про которых я говорил в самом начале. Вот кроме того, что повторной госпитализации – это большая финансовая нагрузка, было доказано абсолютно четко, что каждая повторная госпитализация приближает смерть пациента. Поскольку поводом для нее была какая-то поломка функций сердца, функций почек, свертывающей систему крови и так далее. Поэтому, когда пациент не госпитализируется, это не только экономит деньги, это еще говорит о том, что он будет здоровее, и он будет дольше жить. Соответственно, мы все свои усилия направляем в области сердечной недостаточности, чтобы предотвратить повторную госпитализацию, то есть предотвратить развитие тяжелых состояний, которые бы к этому привели. И в данном случае мы пытаемся использовать огромное количество носимых или даже имплантируемых устройств. В частности, такое очень интересное устройство, вот я его держу в руке, это маленькая штучка, которая имплантируется в легочную артерию. И пациент каждый вечер ложится на такую специальную подушечку, которая посылает сигнал, активирует электрическое поле в этой маленькой антенке, и это устройство измеряет давление легочной артерии. И тут же отправляет эту информацию врачу. И врач получает вот такую картинку, такой график, три кривые, систолическое давление, диастолическое среднее давление. И в какой-то момент прибор показывает, что давление начинает повышаться. И это происходит за 3-4 недели до того, как у пациента разовьется тяжелая одышка, и скорая помощь с мигалкой и сиреной его привезет к нам. Пациенту можно позвонить и сказать, давайте завтра вы примете дополнительную дозу, скажем, очагонного препарата. Или вы пропустите какой-то препарат, или будете пить немножко меньше жидкости, если это летний период и так далее. И все. И пациент остается дома, у него все нормализуется, и мы это прекрасно видим. И мы избежали повторной госпитализации. И это хорошо не потому, что мы сэкономили деньги, потому что пациент остался дома, значит, мы исправили какой-то его… А как долго эта штучка может находиться? Она может находиться вечно, поскольку она не содержит аккумулятора, и каждый раз, значит, электрическое поле индуцируется снаружи, когда мы посылаем сигнал, то, в принципе, это вечная история, и ее очень эффективно можно использовать. Было исследование чемпионов, мы говорили о доказательной медицине, и снижение количества госпитализации на 30% было показано. А каждая госпитализация, это теоретически, это один шаг к неблагоприятному исходу. Другие системы, которые мы сегодня можем имплантировать, те же самые кардиостимуляторы, которые мы используем в большом количестве, некоторые из них могут измерять просто сопротивление грудной клетки, сопротивление для электрического импульса. Чем больше воды, тем больше сопротивления. Вода плохо проводит электрический импульс. Соответственно, у нас есть такая картинка, тоже этот прибор непрерывно скидывает информацию врачу. Вот чтобы не загружать вас, мы видим, что в какой-то момент у пациента начинает повышаться, снижаться вариабельность личного ритма, потихоньку начинает повышаться частота, потому что сердце не справляется, и надо ему работать с большей частотой, чаще биться, чтобы перекачивать кровь. Ну и потихоньку пациент становится менее активным, поскольку приборы еще определяют физическую активность пациента, значит, что-то происходит. Ну, вопрос такой чисто обывательский, означает ли это круглосуточную работу врача? Конечно, это специальные центры, да, но диспетчерские центры, куда приходится эта информация, да. Там есть люди, которые работают. Но программное обеспечение, которое используется при этих всех системах, оно позволяет также ставить красные флажки. То есть это достоверно, недостоверно. Вот если что-то происходит значимое, то, в общем, там идет сигнализация, там загораются лапочки. Нет, диспетчерский центр – это все-таки не врач, это уже люди, которые работают, это их работа. Это специально они сидят и смотрят на мониторы, либо у них биперы. Все. Вот в этом был чисто практически такой вопрос. Конечно, конечно. То, как это работает. Да, да, да. Это все очень важно. Ну и вот эти системы позволяют выявлять пациентов высокого риска, видите, с большой вероятностью по сравнению со средним и низким риском. Не будем утомлять наших зрителей статистической информацией. Московский университет не остался в стороне. И мы имеем огромное преимущество, как классическая университетская клиника, работающая в рамках настоящего классического университета. У нас через дорогу справа физфак, слева химфак. Видели? Да, да. Значит, у нас институт механики и так далее. Мы можем разрабатывать уникальное устройство. Вот мы придумали такое с нашими партнерами. Вот такую коробочку, скажем так. Она меньше, чем спичечный коробок. И позволяет мониторировать очень много показателей, кардиограмму, дыхание, движение. Но вот здесь немножко старые данные. Сегодня мы можем мониторировать и результаты анализа крови, анализа мочи, сопровождение грудной клетки и так далее. И все эти данные непрерывно поступают в наш диспетчерский центр. Чем мы очень гордимся. Вот мы развиваем цифровую клинику. НОЦ – это наш центр, медицинский научно-образовательный центр Московского университета. И вот пример. Но тут надо сказать, что пациент носит с собой одно устройство, у врача другое устройство. И мы в реальном времени можем видеть, например, его кардиограмму. Постоянно. То есть это не система подобная холтеровскому монитору, когда пациент поносил, снял, принес. Это пациент может носить неопределенно долго. Есть специальные электроды, с которыми можно принимать душ, и они там месяц могут держаться. И мы в любую секунду времени, нажав кнопку, можем увидеть его кардиограмму. Если система сама не сигнализирует, что с пациентом что-то происходит. И вот пример пациента, причем это произошло в Армении. Туда уехал наш пациент с нашим прибором. Пациент молодой. В 4 утра в Москве мы видели, что у него начинаются изменения на ЭКГ. Система нам это сигнализирует. У него развивался острый инфаркт миокарда с тяжелыми нарушениями ритма. Пациент был моментально... То есть мы ему позвонили, узнали, что он в Армении. Мы об этом не знали. Пациент был моментально госпитализирован в Ереване в центре. И вот у него была закрыта одна из основных артерий сердца. Было выполнено вмешательство. Артерия была открыта. И вот эта кардиограмма через 4 часа после операции мы видим, что практически нормализовалась кардиограмма. И, в общем, фактически спасли человека от смерти. Если говорить о таком экстремальном случае. Вот пример использования цифровых технологий. Ну, конечно, доказательная медицина должна присутствовать в нашей жизни. Это такая известная статья наших коллег. Опять же, они не использовали суперсложные системы, которые имплантируются в легочную артерию, в сердце, в головной мозге и так далее. Это была просто система, когда медсестры звонили пациентам и спрашивали, как дела. Все. И вот оказалось, что такая простая система телефонных звонков позволила, сейчас я вам покажу, снизить смертность на 34% и снизить частоту госпитализации на 21%. Ничего сложного. Просто будут звонки, тоже телемедицина. Таким образом, если мы говорим о цифровой медицине, вот можно сделать такое заключение, что лечение хронических заболеваний в развитых странах приводит к выраженному увеличению расходов на здравоохранение и снижению доступности медицинской помощи. При этом миллионы людей в развивающихся странах или в труднодоступных регионах страдают от недостатка полноценной медицинской помощи. И вот мобильные устройства, технологии и приложения, включающие облачные вычисления, и мы это используем сегодня, социальные сети и анализ больших данных, я считаю, станут основой глобальной модернизации системы здравоохранения. И в этой новой парадигме они позволят достичь трех главных целей здравоохранения в любой стране. Это снижение стоимости лечения и диагностики, улучшение качества и увеличение доступности медицинской помощи. И вот мы говорили в самом начале, что телемедицина — это лечение на расстоянии. Ну, сегодня мы потихоньку выходим в космос. И знаменитая компания SpaceX, Элана Маска, с которой мы сейчас общались как раз в Кейптауне, он сам из ЮАР. Он привыкл туда, да? Да, его папа живет. Он из Претории, но папа живет в Кейптауне, и вот он оперировался в клинике, в которой была выполнена 50 лет назад первая трансплантация сердца. Но я о другом. О том, что они уже планируют в 2018 году запустить вокруг Луны космических туристов. Это значит, что мы скоро уже будем летать в космос. И когда мне говорят... Медицинская страховка космического путешествия. Нет, дело не в этом. Мне говорят, что вот космос — это все глупости. Мне кажется, что люди полетят на Марс гораздо раньше, чем мы себе это предполагаем. И вот, возвращаясь к Марсу, это фотография известного эксперимента «Марс-500». Да, в институте молекулярно-биологических проблем. Да, да, да. И вот эта команда из шести, скажем так, астронавтов, один из которых врач, причем врач, который в том числе и я принимал участие в его подготовке. Вот. О чем мы не думаем на Земле? Мы не думаем о времени. Радиосигнал, который путешествует практически скоростью света, достигает Марса за 40 минут. И поэтому тут невозможно принять экстренное решение. 40 минут нужно сигналы, чтобы дойти туда, и 40 минут надо, чтобы вернуться. Это в ситуации, когда Марс и Земля с разных сторон от Солнца. Или 20 минут, если мы с одной стороны. И поэтому общение, оно путем видеообращений. Мы не можем получить быструю информацию. И в этом смысле мы должны думать о каких-то новых способах передачи информации. Надо сказать, что физики сейчас уже говорят сверхсветовых способов передачи, скоростях передачи информации. Но на массе все равно плохо. Ну, радиация, то все равно. Это другая тема. Тем не менее, да. И вот поэтому заключить хотел бы я выражениями, я считаю, великого человека, который сейчас трансформирует здравоохранение во многих странах, в том числе и в Африке. Билл Гейтс. Ну да, известный фонд их. Да, да, Билл и Мелинда. И он сказал, что главное достижение человечества не в открытиях, а в том, как эти открытия используются. Я считаю, что сегодня у нас есть абсолютно достаточное количество открытий, чтобы мы могли реально изменить здравоохранение в мире. И, конечно, в первую очередь в нашей стране. Но мы должны этим очень правильно пользоваться. И вот пригласил бы всех на все это посмотреть. Это наш медицинский центр, про который еще не все знают. Наша клиника и Московский университет. Поскольку я являюсь его частью. Вот мои соображения по поводу цифровой медицины. Спасибо большое. По скриптуме, кстати, о вашем вот этом вот центре медицинском. Я вычитала, что в апреле 2017 года посольство Великобритании, Москве и МГУ провели вместе международную конференцию. Да, это была первая. Да, первая конференция «Цифровая медицина». И на базе вот этого вот замечательного центра медицинского МГУ она проходила, очевидно, не случайно. Была выбрана Россия не только потому, что год был перекрестный, там, науки, культуры, образования. Но все-таки, значит, было на чем базироваться. Да, да, вы абсолютно правы. Я знаю, что какие-то вещи разрабатывались из области цифровой медицины, в частности, вот этот архивный проект. Какие-то люди были в центре гематологии. Но это какие-то... У меня лично, у меня разрозненные сведения. Я хотела вас попросить оценить нашу страну. То есть еще соображение моей основы, вопрос, на чем основа. Вот, например, близкие мне люди провели одно исследование, член семьи заболел, и в одной из больниц просто не смогли разархивировать. Не то, что разные устройства, разные платформы, не об этом речь. Не смогли разархивировать файл. Ну, не владеют компьютерными программами просто элементарными. Ну, бывает так. Есть замечательные учреждения. То есть, на мой взгляд, картина, она пестрая. Но у вас интегральный взгляд. И я бы хотела вас попросить оценить на этом поле цифровой медицины Россию по шкале, вот в мире, по шкале от 1 до 10. Вот, где находимся мы в мире по развитию этих технологий. Ну, опять же, технологии разные. Если говорить про внедрение электронных карт пациента или электронной истории болезни, мы, конечно, здесь еще не занимаем ведущие позиции, хотя и Министерство здравоохранения пытается все сделать для этого, и Министерство промышленности пытается как-то вот эти технологии приблизить к нам. Но дело в том, что даже в Москве, если пациент пролечился в больнице, он пришел в поликлинику, и даже вот передача информации между больницей и поликлиникой в одном районе, она практически отсутствует. Надо принести выписку на бумаге, либо на флешке, и там они не смогли разорхировать, не смогли. Вирусы, флешка сломалась, потерялась и так далее. Это большая проблема. Если говорить про какие-то устройства, то, конечно, мы используем в России сегодня практически все устройства, которые есть в мире, и плюс огромное количество наших российских разработок, которые, как я считаю, выполнены на абсолютно мировом уровне. И в этом смысле очень важна кооперация, которая в научной среде или в медицинской среде никогда не была подвержена никаким политическим, экономическим или другим препятствиям, влияниям. И поэтому, в частности, у нас, у Московского университета, есть контакты с нашими коллегами и в Португалии, и в Соединенных Штатах Америки. В Африке мы хотим сейчас начать большой проект, о котором я говорил, в Сингапуре. Это именно университетский проект? Это университетский проект. Я думала, филипсовский. Нет, университетский. Нет, 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 это к Филипсу не имеет отношения, хотя Филипс сейчас тоже как компания, она становится исключительно медицинской. Филипс потихоньку продал все свои активы. Электрические? Да, да, лампочки. Лампочки. Компания Филипс была маленькая голландская компания, никому не нужная, пока царский двор не закупил почти миллион лампочек для освещения Зимнего дворца. И с этого началась большая компания Филипс. И Зимний дворец в Петербурге, это был первый царский или королевский дворец, освещенный полностью электричеством. Иначе Филипса бы не было, если бы не российская корона. Но это наш внутренний университетский проект, который мы разрабатываем вместе с физическим факультетом. И там действительно совершенно уникальные технологии, о которых можно долго рассказывать. И технологии получения информации, и технологии передачи информации. Вот мы вчера как раз обсуждали очень важную проблему, которая сегодня в мире актуальна, и в нашей стране она особенно актуальна. Это кардио-онкология. Это не опухоль и сердце, это не заболевание сердца. Это изменение сердца и силищно-сосудистой системы у пациентов, которые получают в первую очередь химиотерапию. Надо сказать, что сегодня онкология во многих случаях перестала быть приговором, а становится таким образом жизни, как сахарный диабет, или как хронические ревматические болезни. Но пациенты вынуждены принимать какие-то препараты. И многими онкология сегодня рассматривается, как хроническое сердечно-сосудистые заболевания, поскольку большинство этих препаратов, не все, имеют выраженное кардиотоксичное действие. В этом смысле такой пример важный рак молочной железы, когда смертность за последние годы с 1957 упала до 3%. И женщины перестали умирать от рака груди, но они умирают от острой сердечной недостаточности, поскольку эти препараты, к сожалению, поражают сердце. И вот один из проектов, который мы сейчас начинаем вместе с институтом, мы планируем с институтом Герцена, это телемониторинг пациентов, которые получают потенциально кардиотоксичную химиотерапию. Кардиотоксичность развивается не у всех пациентов. И вот если рано ее выявить, можно вмешаться и ее предотвратить, при этом не вмешиваясь в лечение онкологического заболевания. Мы сейчас разрабатываем такую систему по мониторингу пациентов со злокачественными образованиями, не только молочной железы, но в принципе, других органов тоже, чтобы выявлять эту кардиотоксичность на ранних этапах. И у нас есть абсолютно эффективные методы ее предотвращения, при этом не снижая эффективности прямой противоопухолевой химиотерапии. То есть в картине мира занимаем свое место. Да, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, цифра медицина, она разная. Ну да. Объем больших данных, которые сегодня мы накапливаем... Вопрос был с подвохом. Да, да. С этим не справится никто. Ни США, ни Европа, ни Япония, ни Австралия и ни мы. С точки зрения устройств, тут мы на абсолютно таком же уровне, как и развитые страны Европы, и североамериканские страны и так далее. Электронная история болезни, тут мы немножко отстаем, но, кажется, мы делаем... Ну, как мне кажется, мы делаем все, чтобы это написать. Это очень важно. Это и для преимственности лечения, и для сохранности данных, но при этом надо соблюдать конфиденциальность и так далее, и так далее. Вопросы криптовой криптологии. Да, да. Вот. Криптология, тут же возникает криптовалюта. Да, да, да. И вот эти технологии, кстати, блокчейна сегодня очень широко начинают использоваться в медицине для защиты данных. Ну да, конечно. Если это имеет где-то смысл, то там, в первую очередь. Да, да, да. Вот. Ну и, конечно, очень важно это образование. Как я говорил, телемедицина подразумевает под собой и образование и врачей, и образование пациентов, и чем вы замечательно занимаетесь. Сегодня все имеют мобильное устройство. Сегодня все имеют выход в мировую сеть. Но очень важно этим правильно пользоваться и не переборщить. Поскольку, как мы говорили, многие пациенты чаще слушают электронного доктора. И большинство этих ресурсов — это не медицинские ресурсы, написанные такими же обывателями, с пугалками, с ужастиками и так далее. Потому что у врачей часто нет времени отвечать на какие-то лопасти или участвовать в этом всем. Но, тем не менее, это наша прямая миссия тоже. Это прямой канал доставки информации до наших пациентов. И это тоже часть цифровой медицины, тоже часть e-health, о котором вы говорили. И в этом смысле, я думаю, в России есть пробел, который мы обязательно должны воспользоваться. В том числе, я думаю, ваш проект — это очень хороший пример этому. Спасибо большое. Мы будем очень рады видеть вас снова в нашей студии. Спасибо за приглашение.